Книга пророка Асии. Глава первая. Слово Господа, которое было Асии, сыну Бейри, во дни Азии, Иоафама, Хазы, Языки, Царей Иудеи, и во дни Иераваама, сына Иоаса, Царя Израиля. Вот начало слов Господа, обращенных к Асии. И Господь сказал Асии, иди, возьми себе блудную жену и блудных сыновей, ибо блудом блудит эта страна, изменив Господу. Он пошел и взял в жены Гомер, дочь Девлайма. Она забеременела и родила ему сына. Господь сказал, назови его Израиль, потому что вскоре я призову рот и игу к ответу за кровь, пролитую в Израиле, и положу конец царству народа Израиля. В тот день я сломаю лук Израиля в долине Израиля. Она забеременела снова и родила дочь. Господь сказал ему, назови ее непомилованная, потому что я больше не буду миловать народ Израиля, но унесу их прочь. А народ Иудеи помилую и спасу их. Ни луком, ни мечом, ни оружием, ни конями и ни всадниками спасу их, но Господом их Богом. Выкормив грудью непомилованную, она забеременела и родила сына. Тогда Господь сказал, назови его немой народ, ведь вы немой народ, и я не буду ваш. Сыны Израиля будут многочисленны, как морской песок, который не счесть и не измерить. И не скажут им больше, вы немой народ, но назовут сынами Бога Живого. Сыны Иуды и сыны Израиля соберутся вместе и поставят себе единого вождя. И поднимутся они из земли, ибо велик день Израиля. Глава вторая Называйте своих братьев мой народ и сестер помилованные. К ответу призовите вашу мать к ответу, ведь она не жена мне, и я ей не муж. Пусть уберет блуд со своего лица и прелюбодеяние со своей груди, иначе я раздену ее до нога, выставлю, в чем мать родила, превращу ее в пустыню, землю иссушенную, уморю жаждой. И сыновей ее не помилую, ведь они блудные сыновья. Ибо блудила их мать, позором покрыла себя их родительница, говоря, «Пойду за моими любовниками, которые дают мне и хлеба, и воды, и шерсти, и льна, и масла, и питье. За это я прегражу ей дорогу терновникам, обнесу ограды, и не найдет, куда идти. Устремится за своими любовниками, и не догонит, будет искать, и не найдет. Тогда она скажет, вернусь к моему прежнему мужу, ведь лучше мне было тогда, чем теперь. Не знала она, что это я давал ей зерно, вино и масло, и множество серебра и золота, из которого сделали Ваала. За это я отберу у нее мое зерно, когда настанет пора урожая, и мое вино, когда придет время сбора винограда. Отниму и мою шерсть, и мой лен, которыми она прикрывает наготу свою. В тот день я обнажу ее срам перед любовниками, и никто не сможет вырвать ее из моих рук. Положу конец ее веселью, праздникам, новолуниям, субботам, всем торжественным дням. Лозу ей смоковницу, о которых она говорила, «Вот вознаграждение, которое дали мне любовники!» Я разорю, обращу в дикие заросли, и пожрут их дикие звери. «Я заставлю ее ответить за дни, проведенные свалами, которым она приносила жертвы. Надев серьги и украшения, ходила она за любовниками своими, а меня забыла», — говорит Господь. «И вот я выманю ее в пустыню и буду говорить с ней ласково. Потом я верну ей ее виноградники, а долину вреда обращу во врата надежды. Там она даст ответ, как в юности, как в день исхода ее из Египта. «В тот день, — говорит Господь, — ты назовешь меня муж мой, и впредь не будешь звать меня хозяин мой. Ты удалишь имена валов со своих уст, и не прозвучат их имена никогда больше. В тот день я заключу мир между ними и дикими зверями, и птицами небесными, и всякой живностью, что ползает по земле. Я уничтожу на их земле и лук, и меч, и всякое оружие, и дам им жить в безопасности. Тогда я обручусь с тобой навеки, обручусь справедливостью и правдой, добротой и милосердием. Я обручусь с тобой верностью, и ты узнаешь Господа. «В тот день я дам ответ, — говорит Господь. Я дам ответ небесам, а они земле. Земля даст ответ зерну и вину и маслу, а они дадут ответ Изриэлю. Я поселю ее для себя на этой земле и помилую непомилованную. Я скажу не моему народу, — ты мой народ. А он скажет мне, — Бог мой». Глава 3. Господь сказал мне, — продолжай по-прежнему любить жену-прелюбодейку, которая дает себе любить другому, как Господь любит сынов Израиля, и они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки. Тогда я приобрел ее за пятнадцать шекелей серебра и один хомер ячменя и еще один летих ячменя. И сказал ей, — еще долго ты будешь жить у меня. Не блуди, не будь с мужчиной, тогда и я буду твоим. Это значит, что долго будут жить сыны Израилевы без царя и начальника, без жертв и священных камней, без Ифода и Терафимов. А потом сыны Израилевы раскаются и станут искать Господа своего Бога и Давида своего царя, и станут они благоговеть перед Господом и его добротой тогда, в грядущие дни. Глава четвертая. Слушайте слово Господа, сына Израилева. Тяжба у Господа с жителями этой земли, ибо нет ни справедливости, ни доброты, ни знания Бога в этой земле. Клятва преступления и убийства, воровство и разврат. Много стало людей, и нет конца кровопролития. За это и сохнет земля, и поникнут все обитатели ее, и дикие звери, и птицы небесные. Даже рыбы в море погибнут. И никто пусть не смеет возражать, да не станет спорить ни один. Ведь и с тобой, моя тяжба, священник, Ты споткнешься днем, и пророк вместе с тобой споткнется ночью. Я погублю твою мать, ведь погиб народ мой, лишенный знания. Ты отверг знания, я отвергну твое священство. Ты забыл закон твоего Бога, так и я забуду о твоих детях. Все как один согрешили, они против меня. И я славу их обращу в позор. Грехи моего народа стали их пищей, они жаждут людского нечестия. Одна судьба ждет и народ, и священника. Я заставлю их ответить за их деяния. Я воздам им за их поступки. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножиться, ибо перестали хранить верность Господу. Блуд и вино, старое и молодое, завладевают сердцем. Мой народ к дереву обращается с вопросом, и палка дает ему ответ. Это потому, что дух блуда сбил их с пути. Блудили и отступились от своего Бога. На вершинах гор они закалывают жертвы, на холмах сжигают, под дубом, под тополем и под теревинфом, чья тень так приятна. Вот почему блудят ваши невестки, предаются разврату вашей дочери. Но я не стану наказывать ваших дочерей за их блуд и ваших невесток за их разврат. Мужчины сами ходят к блудницам и приносят жертвы вместе с проститутками. Народ, лишенный разума, погибнет. Если ты, Израиль, блудишь, пусть хотя бы Иуда не провинится. Не ходите в Гилгал, не восходите в Бетавин и не клянитесь, жив Господь. Как упрямая корова был упрям Израиль, так неужели Господь будет их пасти, как барашка на просторе? Привязан к идолам Ефрем, так оставь его. Только сходит с них хмель, блудя от блудом. Любят приносить дары, но награда им позор. Крылья ветра развеют дары, и посрамятся они у жертвенников своих. Глава пятая «Слушайте, священники, внимай рот Израиля. Прислушайтесь и вы, люди царского дома, ведь вам принадлежит власть. А вы стали ловушкой в Мицпе, сетью, раскинутой на фаворе. Отступники погрязли в резне, я стану для них наказанием. «Я знаю Ефрема, и Израилю от меня не скрыться. Ты блудишь, Ефрем!» Осквернился Израиль. Их деяния не дают им вернуться к своему Богу, потому что дух блуда в их сердце, и Господа они не знают. Но свидетелем против Израиля станет его гордыня. Израиль и Ефрем споткнутся в своем нечестии, и Иуда споткнется вместе с ними. С крупным и мелким скотом придут они искать Господа, но не найдут, удалился он от них. Они предали Господа, прижив детей от чужих женщин. Теперь пожрет у них на валуне земли их. Трубите в рог в гиве, в трубы в роме, провозглашайте в бетавине. «За тобой, Вениамин!» Ефрем обратится в пустошь в день наказания. Это верная весть, которую я распространил среди племен Израиля. Вожди Иуды ведут себя, как тот, кто передвигает межевой столб. За это я пролью на них свой гнев, как воду. Угнетен Ефрем, сражен приговором, потому что стал следовать за скверной. «Я как червь для Ефрема, как гниль для рода Иуды». Увидел Ефрем свою болезнь, Иуда свой нарыв. И пошел Ефрем к Ассирии, послал послов к царю, пусть рассудит. Но не сможет он излечить вас и не избавит от нарыва. «Ведь я, как лев для Ефрема, как молодой лев для рода Иуды. Я, я рассерзаю и уйду, унесу, и не спасет никто. Уйду, возвращусь к себе, пока не устремятся ко мне, повинившись, и не станут искать, когда будет им тяжко». Глава шестая Давайте вернемся к Господу. Он растерзал нас, Он и излечит, Он изранил нас, Он и перевяжет рану. Вернет нас к жизни через два дня, на третий день поднимет, и будем жить перед Ним. Будем обретать знания, будем стремиться познать Господа. Неотвратим, как заря его восход. Он к нам придет, словно дождь, словно ливень, орошающий землю. Как мне поступить с тобой, Ефрем? Как мне поступить с тобой, Иуда? Ваша праведность, как утренний туман, как роса, что исчезает на рассвете. Вот за что изрубил я пророков, убил их словами моих уст. Мое правосудие воссияет, как солнечный свет. Милосердия я хочу, а не жертвоприношений. Знания Бога, а не всесожжений. Как при Адаме нарушили они договор, там они предали меня. Галаат — город злодеев, запятнанный кровью. Сборище священников, подобно разбойникам, поджидающим в засаде, убивают на дороге, в Шихеме делают мерзости. Среди народа Израиля я увидел ужасное. Там блудил Ефрем, осквернился Израиль. Но и ты, Иуда, пожнешь свою жатву. Глава седьмая Когда я переменю участь моего народа, когда я излечу Израиль, тогда откроется нечестие Ефрема и злодеяние Самарии. Они поступают коварно. Воры врываются в дома, разбойники нападают на улицы. Сами себе не признаются, но я помню их злодеяния. Теперь их преступления окружают их, и не скрыться им от меня. Своим злодейством они веселят царя своей ложью начальников. В разврате они подобны раскаленной печи, оставленной пекарем. Он перестал следить за ней, замесив тесто, ожидая, пока поднимется. Днем они отравляют нашего царя и начальников ядовитым вином, а он протягивает руку наглецам. Когда подходят ближе их, лукавые сердца подобны печи. Всю ночь спит их пекарь, а наутро печь пылает, как пламенеющий огонь. Все они раскалены, как печь, и пожирают своих правителей. Все цари их пали, и никто не обращается ко мне. Ефрем связался с другими народами. Ефрем — пирог, который забыли перевернуть. Чужие съели его богатство, а он и не заметил. В волосах заблестела седина, а он и не знал. Гордыня Израиля свидетельствует против него. Но они не вернулись к Господу, своему Богу, несмотря ни на что не искали его. Израиль стал, как голубь, глупый, лишенный разума. Взывают к Египту, ходят в Ассирию. Но стоит им пойти, я накидываю на них сеть, сбрасываю с небес, как птицу, всем им в наставление. Горе им, они удалились от меня. Гибель им, они согрешили против меня. Я выручал их, а они говорили обо мне ложь. Вместо того, чтобы воззвать ко мне от всего сердца, они выли на своих постелях, наносили себе увечья из-за хлеба и вина. Они оговорили меня. Я наставлял их, укреплял их руки, а они обо мне думали дурное. Они возвратились к бесполезному и стали, как неверный лук. Их предводители падут от меча за свои проклятия. Так посмеются над ними, в земле египетской. Глава восьмая. «Рог к твоим устам!» Как будто орел вьется над домом Господним. Они нарушили договор со мной, против моего учения согрешили. Ко мне они будут взывать. «Бог мой! Мы, Израиль, тебя знаем!» Израиль отверг добро, враг преследует его. Они, не я, ставили царей, ставили начальников без моего ведома. Своё золото и серебро они пустили на идолов, себе на погибель. «Отвергнут твой телец Самария!» Воспылал мой гнев на них. Смогут ли когда-нибудь очиститься? Что общего у Израиля с тем, кого изготовил ремесленник, кто вовсе не Бог? «Предан огню будет телец Самарии!» Кто сеет ветер, пожинает бурю. Злак не дал ростка, не выйдет и муки. А если и выйдет, враги поглотят её. Поглотили и сам Израиль, он теперь как бесполезный сосуд среди народов. Отправлялись они в Ассирию, Ефрем, дикий осёл, что ходит сам по себе. Покупали любовь за деньги. Но хоть и раздавали они плату народам, теперь я соберу их к себе. Пройдёт немного времени, задрожат под бременем дань и царь, и начальники. Ефрем понаделал жертвенников, но они лишь вводили его в грех. Жертвенники в грех! Я дал ему тысячи законов, он принял их за чужие. Приносят жертвы мне в дар, жертвенное мясо едят. Господу это не нужно! Он вспомнит об их нечестии, накажет их за грехи, они возвратятся в Египет. Израиль забыл своего Создателя и понастроил дворцов, а Иуда основал много укреплённых городов. Но я пошлю огонь на их города, он пожрёт их крепости. Глава девятая «Не радуйся, Израиль, не веселись, как другие народы, ведь ты блудил, отступив от своего Бога. Ты полюбил получать плату на каждом гумне с хлебом. Нет, не признают их гумно и давильня, молодое вино отвергнет их. Они не будут больше жить на земле Господней, и Ефрем вернётся в Египет. В Ассирии будут они есть нечистые. Не принесут Господу возлияние вином, не будут ему приятны их жертвы. Хлебом горе станут для них. Всякий, кто поест, осквернится. Их хлеб лишь для них самих, не войдёт он в дом Господа. Что вы будете делать в день торжества, в день праздника Господня? Едва успели уйти от беды, Египет к рукам приберёт, Мемфис в могилу сведёт. Их лучшим серебром завладеют сорняки, колючки будут в их жилищах. Пришли дни расплаты, пришли дни воздаяния, пусть знает Израиль. Пророк стал глупцом, тот, в ком дух безумен из-за великого твоего нечестия и ненависти великой. Ефрем надеется на моего Бога, но куда бы ни пошёл пророк на пути его ловушки, ненависть в доме его Бога. Глубоко погрязли в преступлениях, как во дни гивы. Он вспомнит об их нечестии, накажет их за грехи. Я нашёл Израиль, как первый плод на смоковнице, как виноград в пустыне. Такими виделись мне отцы их. Они пошли к Ваалу Пиорскому, посвятили себя сраму, стали мерзостью, как тот, кого они возлюбили. Как стая птиц разлетит со славой Ефрема ни родов, ни беременности, ни зачатия. Даже если вырастет сыновей, не оставлю им ни одного. Горе им будет, когда я уйду от них. Когда я увидел Ефрема, он казался мне деревом, посаженным в степи. А теперь Ефрем выводит своих детей к убийце. Воздай им, Господи, чем ты должен воздать. Дай им пустую утробу и ссохшие груди. За все то зло, что они совершили в Гелгале, я уже там возненавидел их. За их злодеяния я изгоню их из моего дома. Я не буду их больше любить, их начальники мне непокорны. Повержен Ефрем. Иссох их корень, не принесут они плода. Если и будут рожать, я истреблю все лучшее, что произведет их чрево. Мой Бог отвергнет их, потому что они не послушались Его, и будут они скитаться среди народов. Глава 10. Израиль — роскошная лоза, и плоды ей подстать. Больше плодов, больше жертвенников. Земля хороша, и священные камни хороши. Стало скользким их сердце. Теперь они понесут наказание. Он свернет шею их жертвенникам, разобьет их священные камни. Они говорят, нет над нами царя. Господа мы не боимся, царь, что он сделает нам? Их речи, пустые слова, заключая договор, клянутся ложно. Но справедливость прорастет, как полынь на бороздах поля. Зателец дома зла трепещут жители Самарии. Народ оплакивает его, жрецы причитают о нем, о славе, что удалилось от него. Ведь и его заберут в Ассирию, в дарь царю пусть рассудят. Опозорен будет Ефрем. Посрамится Израиль за свои замыслы. Погибла Самария, ее царь как щепка на воде. Сгинут капища зла, грех Израиля, колючкой и чертополохом зарастут их жертвенники. Тогда скажут горам, скройте нас, холмам, падите на нас. Больше, чем в одни гивы, ты согрешил Израиль. Там они смогли устоять, война с негодяями не коснулась их в одни гивы. А теперь я хочу наказать их. Соберутся против них народы, и будут они связаны за оба своих преступления. Ефрем, обученная телиться, любящая молотить, а я взобрался на ее прекрасную шею. Оседлаю Ефрема, Иуда будет пахать, Иаков баранить. Сеете себе ради правды, пожнете по милости. Распахивайте себе целину, ведь время искать Господа. Он придет и прольет на вас справедливость, как дождь. Вы вспахивали нечестие, пожинали зло, ели плоды лжи, все потому, что ты положился на свой замысел и на множество воинов своих. Наступит смятение в твоем народе, все твои крепости погибнут, подобно тому, как Салман разрушил Бетарвел во время войны. Матерей вместе с детьми рубили на куски. Вот что принесет вам Бетель за все ваши злодеяния. На заре сгинет безвозвратно царь Израиля. Глава одиннадцатая. Когда Израиль был ребенком, я полюбил его, из Египта призвал сына моего. Но их позвали, и они пошли. Ваалам приносили жертвы, идолам совершали всесожжение. Я учил Ефрема ходить, брал их к себе на руки, а они не подозревали, что я ухаживал за ними. Поводьями человечности я влек их, вожжами любви. Я для них был как тот, кто снимает ермошей. Я наклонялся к ним, чтобы покормить. Так неужели они не вернутся в Египет? А Сирия будет царем их. Раз они отказались вернуться, взовьется меч над их городами, истребит священников, поглотит советников. Мой народ непреклонен в своем отступничестве. Они называют его Богом Высоким, но не поднимет он никого из них. Неужели я выдам тебя, Ефрем, неужели продам тебя, Израиль? Неужели поступлю, как садмою, уподоблю тебя Циваиму? Переворачивается мое сердце, пылает моя жалость. Нет, я не дам волю гневу, не буду снова губить Ефрема, ведь я Бог, а не человек. Среди вас я, святой, неужели не войду в город? Вслед за Господом они пойдут, подобно льву он будет рычать. Зарычит, в трепете придут из-за моря сыновья, из Египта в трепете, как птицы, как голуби из страны Ассирийской. Тогда я снова поселю их в их домах, говорит Господь. Окружил меня ложью Ефрем, коварством род Израиля. А Иуда еще ходит с Богом и святому верен. Глава двенадцатая. Ефрем пасет ветер, гонится за восточным ветром весь день, ложь и насилие умножает. С Ассирией союз заключают, масло в Египет носят. Но с Иудою, Господа тяжба, Господь накажет Иакова за его поступки, по деяниям его воздаст. В утробе обманул брата, возмужав, боролся с Богом. Боролся с ангелом и одолел. Тот в слезах умолял его. В Бетели он встретил Господа, там говорил он с нами. Господь, Бог воинств, Господь имя Его. Так верни же к своему Богу. Доброту и справедливость храни, надейся на Бога всегда. Хананей с лживыми весами в руках, любящие притеснять. Сказал Ефрем. Я разбогател, раздобыл добра, и во всем, чего я добился, не найдут ни злодейства, ни греха. Но я, Господь, был твоим Богом и еще в земле Египетской. Я снова поселю тебя в шатрах, как в обетованные дни. Я буду говорить через пророков, пошлю им многие видения, через пророков буду говорить притчи. Галаат — зло, его люди нечестием стали. В Гелгале приносили в жертву быков, но их жертвенники станут, как груды камней на бороздах поля. Яков бежал в Арам, Израиль работал за жену, за жену охранял он скот. Через пророка Господь вывел Израиль из Египта, через пророка был он сохранен. Сильно разгневал Господа Ефрем. Господь заставит его ответить, воздаст ему за пролитую кровь, за позор. Глава тринадцатая. Ефрем говорил страшные слова и увлек за собой Израиль. Он впал в грех из-за Ваала и погиб. Теперь они снова грешат, изготавливают литые статуи по своему разумению, из серебра идолов, все из которых сделаны ремесленниками. О них говорят «Людей в жертву приносят, тельцов целуют». За это они станут, как утренние облака, как роса, исчезающая утром, как мекина, что ветер сдувает с гумна, как дым, выходящий из оконца. «Я, Господь, был твоим Богом еще в земле египетской. Другого Бога ты не узнаешь, Спасителя нет, кроме меня. Я знал тебя, когда ты был в пустыне, в земле иссушенной. Получили пастбище, наелись, наелись, возгордились, а меня забыли. Тогда я стал для них, как лев, как леопард, подстерегал на дороге. Я нападал, как медведица, у которой отняли детей, раздирал им грудь. Я пожирал их, как лев, дикие звери рвали их на части. «Ты истреблен, Израиль. Кто поможет тебе против меня? Где твой царь? Пусть спасет тебя в твоих городах. Где правители, о которых ты просил, дай мне царя и начальников? Дал я тебе царя в гневе, отнял его в ярости. Не забыто злодейство Ефрема, хранится память о его грехе. Когда приходит время родиться, он, неразумный ребенок, мешкает появиться там, откуда выходят дети. Стану ли я спасать их от преисподней, избавлять от смерти? Смерть! Где твои язвы? Преисподняя! Где твой бич? Жалость неведома мне! Хотя он более плодовит, чем его братья, явится ветер с востока, ветер господень поднимется из пустыни, сгинет его источник, иссохнет его родник. Разграблена будет сокровищница, все драгоценности. Глава 14. Самария понесет наказание, потому что восстала против своего Бога. Они падут от меча, их младенцы будут изрублены на куски, у беременных будут вспороты животы. Вернись, Израиль, Господу Богу твоему, ведь ты упал из-за своих злодеяний. Запаситесь словами и вернитесь к Господу. Так скажите Ему. Ты прощаешь всякое злодеяние, так прими же наше добро. Мы принесем в жертву быков по нашему обету. Ассирия не спасет нас. Мы не будем садиться на коней и не назовем больше нашим Богом то, что мы изготовили сами. У тебя найдет милосердие сирота. Я излечу их отступничество, буду любить их искренней любовью, ведь я больше не гневаюсь на них. Я буду как роса для Израиля. Он зацветет, как лилия, пустит корни, как деревья ливана, разойдутся повсюду его побеги. Он будет прекрасен, как олива, будет благоухать, как деревья ливана. Вернутся те, кто обитал под его сенью, и вырастят хлеб, они зацветут, как лоза, его слава, как вино ливана. Что общего у меня с идолами, Ефрем? Я отзовусь и обращу на него взор мой. Я, как зеленеющий кипарис, я принесу тебе плоды. Кто умен, пусть постигнет это, кто мудр, пусть узнает. Прямые пути Господни, праведники пройдут по ним, а нечестивцы падут. Конец книги пророка Оси.